Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что вы воспользовались моим скромным советом, прекрасно провели выходные, поскольку нам, конечно же, нужен заряд бодрости, чтобы одолеть еще одну дистанцию на пять полноценных торговых сессий. Если смотрели календарь на предстоящую неделю, молодцы, поскольку событий, как вы наверняка могли заметить, у нас впереди очень много. По сути, у нас неделя инфляции. Мы обратим внимание на показатель себя не только еврозоны, но и американской экономики. И знаем то, что как раз этот релиз может пролить свет на дальнейшую решительность соответствующих регуляторов по поводу изменений ключевых параметров денежно-кредитной политики. То есть, этот новостной фон у нас остается одним из основных и определяющих, ну, помимо, конечно же, такого вездесущего глобального риска, который имеет место быть по факту Брекзита. И как только какие-то новости появляются по этому поводу, мы, разумеется, их стараемся детально разобрать и оценить их возможное влияние на те активы, которые, собственно, зависят от этого новостного фона прежде всего. Напоминаю, что сегодня в 16.30 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз подведем фундаментальные итоги прошлой недели, посмотрим на основные события, которые впереди на повестке и поставим ключевые ценовые ориентиры по наиболее популярным валютным парам. Поэтому с огромным удовольствием приглашаю вас, соответственно, на этот вебинар и буду рад вас всех видеть. В 16.30 начинаем, соответственно, 30-40 минут. Те, кто не смогут посетить его, может быть, не совсем подходящее время, я по-прежнему жду всевозможного фидбэка по этому поводу. Если окажется так, что есть большое количество желающих, но время не подходит, готов адаптироваться, подстраиваться и переносить время вебинара. В любом случае, он будет доступен также к записи буквально с завтрашнего утра на нашем официальном канале на YouTube. Обязательно заходите на него, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. И снова повторяю то, что они имеют просто колоссальнейшее значение для всех нас, поскольку видеоконтент мы готовим, разумеется, прежде всего для вас, уважаемые трейдеры. Ну а теперь давайте переходить к оценке торговой сессии пятницы, подведению итогов. Вы помните то, что денек оказался очень интересным, поскольку на торговую сессию пятницы выпал важнейший отчет по состоянию американского рынка труда Non-Farm Parals, на который мы уделили максимум всевозможного внимания. И с точки зрения того, какую цифру мы увидели, ну об этом мы поговорим чуть позже, я думаю, что нет уже сомнений по поводу того, что ФРС все-таки может допустить хотя бы одно повышение процентной ставки до конца 2016 года. Для нас, как для традиционных классических таких приверженцев покупки американцев, это хорошая новость, хороший сигнал того, что мы пока все делаем правильно. Начнем давайте мы с подведения итогов того, как закрылась пятница по нефти. Здесь очередной позитив, который мне приятно доносить, поскольку мы наконец-таки дождались уверенной коррекции, которая продолжается. И очень быстро преодолели 50 долларов за баррель, не просто закрепились ниже, а вот сейчас уже претендуем на то, чтобы протестировать поддержку в районе 45 долларов за баррель. Не поддались мы заблуждениям, фундаментальному позитиву, который на рынке присутствовал и сигнализировал о том, что бренд может рвануть в район 55 долларов за баррель. Конечно же, это приятно констатирует, потому что мы все делали правильно, сейчас нам нужно пробиться даже ниже 45 долларов за баррель и сходить еще ниже. В частности, актуальные котировки 46.54. Учитывая динамику последних дней, я допускаю то, что мы сможем добраться до 45, чуть ли не в ближайшие пару дней. Теперь, что касается новостного фона. В пятницу вышел отчет от BakerHudges по количеству нефтяных платформ, терминалов. Очень важное значение он имеет сейчас, наряду с статистикой по запасам нефти США. Но BakerHudges нас интересует, поскольку мы уже оттолкнулись от, я надеюсь, дна по этому индикатору, констатирует прирост количества платформ, поскольку высокие цены на нефть позволяют сланцевым производителям снова возвращаться в большой бизнес. И вы помните, если на позапрошлой неделе у нас было плюс 11, то сейчас за прошлой неделю плюс 10 нефтяных платформ. И рост с 341 до 351. Вывод напрашивается за собой. При сохранении подобной тенденции, увеличении платформ, мы можем рассчитывать на то, что объемы производства нефти в США выросли. Тем самым увеличат давление на показатели общего избыточного состояния. И еще раз напомню всем, тем, кто сомневается, в том, что баланса между спросом и предложением на рынке энергоесурсов по-прежнему нет. Радует этот фактор, что трейдеры сейчас делают большую ставку на оценку рисков, связанных с распадом Европейского интеграционного союза. Это тоже правильно, поскольку мы уже неоднократно говорили, что если ситуация продолжит развиваться в негативном ключе, скорее всего, так и будет, значит, серьезно может пострадать спрос на энергоресурсы. От этого фактора мы также ждем дополнительной поддержки и ни в коем случае не забываем про его существование. Третий момент – это сильная американская валюта, которая получила неплохой импульс восстановления по факту публикации пятничных нон-фарм-перлс. И я думаю, что если этот отчет по состоянию американского рынка труда снова повысил вероятность повышения ставок, в частности, еще в четверг фьючерсы по ставкам ФРС допускали вероятность повышения, ужесточения монетарной политики 18%, сейчас это уже 25%. И я думаю, что если в ближайшие месяцы мы будем получать дополнительные сигналы сохранения восстановительного тренда не только на рынке труда, на рынке недвижимости в промышленном производстве, может быть, представители ФРС еще выступят с оптимистичными комментариями по поводу того, что последствия Брекзита никак не сказываются на американской экономике и не угрожают темпам экономического роста на ближайшие кварталы. Если все будет именно так, тогда уже через полтора-два месяца мы сможем снова вернуться чуть ли не к 40-50% вероятности повышения ставок. Ну а после этого останется только дождаться, соответственно, этого сигнала. Рост американской валюты почему приводит к ослаблению сырьевых активов? Ну это традиционная связка. Обычно повышение курса доллара приводит к снижению, соответственно, стоимости на энергоесурсы. Сейчас мы видим, как эта логика также отрабатывает себя неплохо. И мы, собственно, уже определили сильный доллар, как еще один фактор давления. Радуют также еще и следующие моменты. Вы помните, что на прошлой неделе мы получили еще одно подтверждение снижения сезонного характера запасов нефти США по данным Минэнерго США. И, в частности, логичной реакцией было бы нефти – это вырасти по постфактум публикации этого релиза. Но роста мы не увидели. Напротив, давление сохранилось. И мне хочется верить также и в то, что сейчас трейдеры уже не обращают внимания такого чрезмерного, избыточного на эту статистику, потому что понимают, что речь идет о сезонном проявлении прироста, точнее снижении, которое будет продолжаться вплоть до конца этого лета. Если мы получим подтверждение правильного, собственно, анализа этого новостного фона и в ходе предстоящей недели, то есть, когда запасы в очередной раз укажут на снижение, но Brent особенно не отреагирует ростом, тогда я абсолютно уверен, что мы сможем уже серьезно замахнуться на то, что Brent не остановится даже на отметке 45 долларов за баррель. Российская валюта 64,09. Вот здесь, конечно же, очень интересная ситуация, потому что при текущих ценах на нефть рубль должен торговаться выше 67. То есть, сейчас мы видим, как пружина стянута до невозможности, и в ближайшее время стоит ожидать просто инерционный такой отскок, который очень быстро отправит рубль против конкурентов, к тем уровням, на которых он должен торговаться, которые являются более обоснованными и оправданными. Соответственно, против доллара это как минимум 66,5. Давайте ждать эту неизбежную девальвацию, и ни в коем случае не нужно думать о том, что между нефтью и рублем уже очевидная раскорреляция, и рубль особо не будет реагировать на дальнейшую динамику нефти, поскольку получил якобы импульс восстановительный, и дальше будет только крепчать с потенциалом ухода в район 62 или даже еще ниже. Это сейчас сродние сказки. Быть такого не может, поскольку не стоит забывать о первоисточниках роста российской экономики, и вообще ее суть. Это сырьевая страна, которая не может не реагировать на конъюнтуры, которые складываются на рынке энергоресурсов. Иногда возникает ситуация, которая связана со временным лаком, и вот как раз с ней мы сейчас и имеем дело. Рано или поздно трейдеры осознают необходимость и целесообразность распродаж рубля против валюты евро и американцев на фоне актуальных цен на нефть. Я надеюсь, что это произойдет раньше, чем мы предполагаем. Поэтому ближайшая цель по паре USDRAP это 66,5. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1,1044. Мы видели, как в пятницу давление на евро было увеличено многократно. Причин на самом деле несколько. Можно начать даже с рядовой статистики, которая была опубликована по сальду торгового баланса, по профициту. Если в целом говорить про европейскую валюту и про перспективу, очень много сейчас трейдеров, которые по-прежнему верят в рост европейского риска и аргументируют эту позицию в следующем. Во-первых, евро обладает статусом фондирования, финансирования. То есть, если на рынке будут расти панические настроения, то евро из-за крайне низких процентных ставок в рамках ЕЦБ используют в качестве валюты-посредника для финансирования подобных операций. И второй фактор – это положительная сальда профицит, сальда торгового баланса. Что касается первого, ни в коем случае я не умиляю значения этого фундамента, поскольку мы прекрасно помним, как европейская валюта на фоне негатива в Китае очень неплохо росла, тестировала даже сопротивление 1,15-1,16. Может случиться нечто подобное сейчас. Если на рынке появится уж больно объемлющий фундаментальный негатив, ну что-то неожиданное случится даже по факту Брекзита, то тогда европейская валюта действительно может вырасти. А вот что касается положительной статистики и по профициту, здесь я уже особо не питал хороших и оптимистичных иллюзий, поскольку даже последние пятничные данные указали на то, что профицит снизился практически на 10%, и мы уже наблюдаем нисходящий тренд. На текущий момент я не сомневаюсь в том, что он продолжится. Плюс ко всему на прошлой неделе по Германии мы получили статистику по промышленному производству. Вы помните то, что оно просело на 1,3% в месячном выражении с прошлого роста на 0,5%. В годовом выражении также спад. И мы сделали с вами вывод о том, что немецкая экономика утратила импульс восстановлений, что поведет к очень слабым показателям по ОВП. Сначала Германии, а потом и еврозоны. Это сценарий и прогноз на ближайшее время по поводу того, какую мы статистику сможем увидеть на фоне того, что мы уже видим сейчас. И все это указывает на то, что евро будет оставаться аутсайдером. Подпортило настроение в пятницу также прогнозы от МОДИС, которые пересмотрели снова ориентиры по экономическому восстановлению еврозоны, снова в нисходящую сторону. Я уверен, что вслед за МОДИС сейчас буквально через несколько дней последует и фича, и СНП, хотя традиционно у нас первая ласточка СНП. Но сейчас МОДИС, может быть, оказались более проактивным с оценкой тех негативных рисков, которые имеют место быть. И плюс ко всему еще ближе к концу торговой сессии пятницы и Международный валютный фонд как бы сел на хвоста на МОДИС и также решил обозначить свое видение экономической ситуации и, собственно, констатировал ожидания спада по экономическому восстановлению с 1,6, это, кстати, их прошлый прогноз по росту ВВП еврозоны, до 1,4. И все это пока полностью укладывается в тот сценарий, который был обозначен еще Драги. Вы помните, когда все-таки были подведены итоги 24 июня, референдум в Англии. И буквально через несколько дней после этого Драги отметил то, что еврозона может потерять 0,5%. И все пока действительно происходит именно так. Все начинается с малого, но я думаю, что потери будут еще более серьезными. Исходя из таких слабых ожиданий по статистике, не забывайте про то, что ИЦБ может поддержать также активности Банк Англии и, собственно, расширить пакет экономических стимулов, что для евро это, пожалуй, серьезный негатив, который самый серьезный. Может сказаться в стоимости этого инструмента и уже точно стать причиной закрепления пары евро-доллара ниже 1,10. В пятницу мы коснулись этой отметки, там 1,10, 0,1 там было примерно, но не зафиксировали, собственно, по тейк-профиту наши короткие сделки. Не стоит отчаиваться, не стоит расстраиваться, потому что сейчас уже увидим то, что чуть больше 40 пунктов остается до этой поддержки. Думаю, что в ближайшие дни мы сможем вернуться к этому рубежу. Доллар японская иена. Здесь актуальные актировки 101.70 и, учитывая то, что мы уже видим серьезное восходящее ралли, я думаю, что даже сегодняшний день мы сможем закрыть по паре выше 102 с небольшим. В целом, что сейчас является причиной роста доллара против японской валюты? Ну, начнем давайте с пятничного отчета Non-Farm Parals, когда статистика не просто превзошла частную оценку EDP, а подтвердила, либо даже оказалась лучше самых оптимистичных ожиданий, потому что оптимисты, к которым я традиционно относился, допускали повышение количества новых рабочих мест в пределах 200 тысяч. И постфакту 287 тысяч. Это лучший отчет с октября прошлого года. И мы получили подтверждение того, что американский рынок продолжает восстановиться, в частности, заработные платы, пусть выросли не так динамично, как хотелось, но 0,1% тоже неплохой прирост. И у нас есть фактор, который будет подстегивать, опять же, рост индекса потребительских цен, низкие значения которого остаются одной из нерешенных проблем для монетарного руководства США. Как я уже отметил, хорошая статистика по Non-Farm Perils тут же подняла вероятность о повышении ставок до конца этого года. Мы об этом ни в коем случае не должны забывать. Просто следим за дальнейшими отчетами, больше настраиваясь на то, что следующие релизы будут не менее оптимистичными. Ну и, безусловно, даже больше хочу остановиться на конкуренте доллара, это японского лютия, потому что в эти выходные, в воскресенье, прошли выборы в Верхнюю Палату Парламента Японии. Мы ориентировались на это политическое событие, допускали то, что победу одержит текущая лидирующая партия либералов во главе Синдзе Абе. И чтобы не забивать вам голову, я в целом хочу сказать, то что новая эра, трехлетняя пребывание у власти Синдзе Абе, это фактически новая трехлетка более агрессивного стимулирования, потому что об этом мы уже слышали от самого Синдзе Абе. И мы помним то, что его ближайший соратник Курада, который возглавляет Банк Японии, он, в принципе, лоббирует так же, как он на эту идею, и не отказывается от того, чтобы поддержать подобную инициативу, к примеру, расширить программу количественного смягчения. Собственно, все будет упираться в статистику. Если промышленность продолжит падать, если инфляция будет оставаться на столь низких значениях, и если темпы экономического роста не смогут показать прирост больше, чем 0,5%, как минимум в ближайшее время, тогда мы сможем дождаться, не сможем, а непременно дождемся поддержки через расширение программы количественного смягчения QE, которая на текущий момент охватывает, собственно, программу 80 триллионов йен в год, может быть расширена до 100 триллионов, может быть даже еще выше, ну, либо снижение процентных став. Все это необходимо для того, чтобы стимулировать экономический рост в стране, но такие стимулы, они оказывают негативное влияние на национальную валюту. И, может быть, даже еще важнее сейчас, пока мы дождемся, конечно же, этих серьезных изменений, у нас есть еще и ожидание того, что в ближайшее время могут быть проведены валютные интервенции со стороны Банка Японии. Но сейчас, конечно же, их вероятность не так высока, как это было в конце прошлой недели, то есть, когда мы находились непосредственно в близости от уровня 100. Сейчас мы уже тестируем сопротивление 102 йены за доллар. Я очень надеюсь, что вы воспользовались советом и объективной фундаментальной картины и подняли пару фактически со дна, потому что уже сейчас у вас должен быть солидный профит. Ближайшая цель 102,5, но я думаю, что на ней мы останавливаться не будем. Фунт против американца. Здесь, на самом деле, ничего особенно не меняется. Актуальные котировки 1,2952. Фунт находится ниже поддержки 1,30, точнее, ниже сопротивления. И будет находиться под прежним давлением, потому что мы следим за массой макроэкономических отчетов на этой неделе. По сути, это пятидневка статистики по английской экономике. Мы ждем заседания Банка Англии и решения, потому что Банк Англии может решиться на снижение процентной ставки вот уже сейчас. Соответственно, если это произойдет, то мы сможем закрыть неделю по паре фунт-доллар непосредственной близости от отметки 1,26. То есть, с текущих уровней у вас есть масса возможностей, чтобы рассмотреть очень перспективную сделку на продажу и получить очень хороший профит за такой короткий промежуток времени. Но я надеюсь, что вы уже продаете пару с более высоких ценовых значений, когда мы после референдума еще стали делать на эту ставку, и, соответственно, уже имеете солидный профит. Но на этом, конечно же, останавливаться не стоит, тем более, что фундаментальная картина явно указывает на то, что фунту будет дальше только хуже. Соответственно, из других валютных пар, USDCAD, актуальные котировки 1,3052, поддержка 1,30 далеко, учитывая то, что пара не так уж динамично ходит, мы с вами по-прежнему ориентируемся на уровень 1,32, как ближайшее сопротивление, ближайшая цель. И помогает нам, собственно, подкрепляя нашу веру, то, что пара доберется до этого уровня, еще слабая статистика по рынку труда Канады, которая была опубликована в пятницу, в то же самое время, что и Non-Farm Perils по США. Статистика по рынку труда Канады указывает то, что за прошлый месяц количество новых рабочих мест было создано очень мало, и, по сути, даже сократилось на 700, и прогноз был на отметке 5000. Это все отголоски от стихийного бедствия, пожаров в Альберте, которые влияют и на основные макроэкономические отчеты, и в ближайшее время еще скажутся на темпах экономического роста. Мы об этом также уже говорили. По Канаду сейчас нам в буквальном смысле не на что ориентироваться с точки зрения позитива. Плохая национальная статистика, сильный доллар и снижение цен на нефть. Все бьет против этого актива и способствует тому, чтобы пара продолжала двигаться выше к цели 1.32. И еще пару слов хотел сказать про пару USD-свис. Актуальные котировки сейчас у нас 0.98.32. Мало-помалу пара движется к пресету. И очень важно то, что на этих выходных состоялась конференция. Точнее, Джордан, представитель, руководитель Национального банка Швейцарии, в интервью сообщил о том, что ключевой задачей Национального банка Швейцарии по-прежнему остается поддержание стабильности финансовой системы, что они в целом будут делать через отслеживание курса национальной валюты. И прямой текст Джордана, то, что франк на текущий момент серьезно перекуплен, то есть переоценен. И его нужно снижать. Если это не сделает рынок собственными силами через сильную американскую валюту, тогда это сделает сам Национальный банк Швейцарии через валютные интервенции. А то, что он может пойти на это, мы в этом убедились 24 июня, когда были подведены итоги британского референдума. Ждем паритета, как и раньше. До него остается все меньше и меньше. Из важных отчетов сегодняшнего дня. Честно говоря, выделить даже практически нечего, потому что день, с точки зрения статистики, обещает быть спокойным. Но мы идем с очень хорошим резонансом от событий прошлой недели. И пятничный нон-фарм перлс еще даст о себе знать, проявится в динамике активов на сегодняшней торговой сессии. Особый акцент еще делаю на USD иены, которая активно отрабатывает итоги выборов в Верхнюю Палату Парламента, которая предваряет эру новых экономических стимулов. Может быть, мы в ближайшие дни сможем уйти выше даже 103 иен против доллара. Кодовое слово на сегодня. Профит, величина бонуса 15%. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. На этом все. Огромное вам спасибо за внимание. Хорошей торговой пятидневки. Хорошая сегодняшняя торговая сессия попутного тренда. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»